всем привет друзья сегодня у нас ремонт зеленой мечты значит много раз подымали на подъемник но никто не сказал что это провисает пока я сам уже не протер и потом не закрепил протерла пыльником резиновым в пластике таком достаточно прочном долговечном которому 40 лет следующем году как и машине протерла отверстие ну теперь одели сверху патрубок сейчас два хомута и мечта будет спасена тут еще куплены уже сюда сальники тоже давно ждут пыльники куплены что еще в общем андрюха варил спасибо ему ну еще тут надо пару позиций подремонтировать подшипник новый два подшипника лежат но тут видите что творится тут изношена сама цапфа и и надо или поменять или наварить и проточить что-то страшно отъезжать от дома далеко здесь здесь получше санта-фе 15-17 продолжение и берегу 17-й весный редуктор а я видел вчера ну да через серьезную это я вчера показал уже тоже хочу но какой-то ржавая и по-другому то есть ними что сильно до половой вставить до конца так и туда ты типа на машине едешь эта часть стоит плана сухая еще на сухой да такая вот так вот и все запихнут это обратно смотри так я что вообще не выходит это все передний привод и оно там себе что-то зажимает офигеть вообще и ты видишь ему повеса то есть вот рука да вижу вижу я вчера еще так а задний редуктор ты видел каких размеров он такой еще меньше этого блин задний вот он надо головой просто в мопеде блин наверно больше был в карпатах блин это жесть вот это мощнейшая просто палец у меня мизинец толще чем указательный точно чем это не но это же типа корейский автопром серьезно хорошая автомат прикольная но прикольная мы узнаем когда сколько она проедет смотря несколько проедет понимаешь вопрос не но уже 160 проехала в принципе уже неплохо построим с мотором коробка снимается очень удобно себе ремонта для мастеров сделано до машина вообще-то подошел стрел пистолетом подрамник то не больно что да будет еще если упадет 9 утра нас уже мотор стал штабель 3 часа нормально это я показывал уже до масло насос это и забыл от балан я не могу понять какие-то балансиры допустим бмв раньше был масло насос такой но он чуть больше того патрубка и все ты все работал масло насос менять так подожди он вместе с масло насосом дали как этот блок вот это одно целое ну вот это насос вот подожди тоже это надо новую покупать тоже щас да короче друзья самая веселая во всем этом смету саня только что показал 74000 гривен перевожу быстро без без малого 3000 долларов без малого просто человек пристроился на равнике не ну классные машины надежные называется покупайте новые автомобили они хорошие надежные долговечны а клапана пойдем сейчас покажу клапана это жесть вообще тут же еще тоже 20 да да я понял не есть я знаю где помоют у меня есть один специалист который объездил обзвонил весь киев всю украину и нашел три стенда в украине один из них киеве который моет эти форсунки или два стенды есть но он один нашел не знаю сказал один в киеве на куреневке 22 давление дают ему этого но тут прикол другом и стирали киеве подожди вот самое крутое смотрите это это просто шедевр это клапана а шо вот это такое это диаметр 6 до или есть штангель рядом нет может 5 то в таврии просто гигантские клапана по сравнению саня чем меньше диаметр тем ну да нет но нужно прилегание в общем ты понял да сколько шесть шесть да не ну круто конечно жигулях восемь тут шесть да нормально ланас и не в счет да я ну нагар крутой конечно тут еще раз это же везде юбка да я тоже вчера обратил внимание не помню я поставлю повторить это вообще желание от юбка это охот охот такой нем оде коленвал подожди который сгорел вот такой немаленький коленвал одноразовый тоже новость 20 сколько 21000 гривен 8800 долларов коленвал это был или новый котик сейчас на поршнях покажешь сани совали котик на котика похож на и на сову тоже а профиль поверни да в профиль на и носовой на котика в профиль да 14 ждет давай покажи лицо тихо так подожди это так ты мне показывал да смотри нос у брови да какой-то блин зоопарк тупо не матчей тупо зоопарк злой получается так так сильный да а так смотреть да носик это носик да вот это это шо это шо это щеки это счета нет это зубы блин так шапи это понял не ну прикольная машина мне кажется владельца не весело что друзья у кого santa fe быстрее продавайте еще вы успеваете да быстро на базарный причем на невысокой скорости желательно это человек пошел на обон поршня четыре человека очистились слышно это за 160 тысяч такое может что там масло какой-то жигулевская заливал по привычке нет это оригинальное кто масло заливает видно они любят там оригинальные в оригинальных маслах там они внутри что-то хорошее залито всем рекомендую кто хочет чинить мотор да у сальники ну как она может шестерочки ты представляешь держать сальник ну а ножки меньше понял радиус меньше то есть соответственно удержать тяжелее то есть ну не знаю и стоить прямые впрыски за это бензином их не смывая на я понял в обычных то есть выпускные нормально так а сама голова вроде ничего до состоянии сама голова выжила до масло чистое вон смотрите ничего нету это же не мытое ничего просто но вот разобрали как есть да ух и санта-фе это жесть в общем быстро на базар кто кто успеет тому повезло называется мотор 2 и 4 до джи-4 к 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 джи а по вот шатун еще тоже тут вообще лишь цвет поменял до шатун тютю в общем да так а какой план по ремонту сейчас везет так нашли запчасти все а и маслонасос меняете и обычный впрыск будет или а впрыск в смысле систему смазки да ну это они типа модернизировали типа улучшили дать ну это компенсаторы или стаканы а как регулируется как в этом как в девятке или каждый стакан ух как технологично вообще все продумано да а какой торцует такая делает такую что-то корень даем волы получается они подвалы подгоняю стакан это сложнее чем покупать стаканы стаканы стоят денег лёгко стоит уже денег на официале есть такие херня не меняют их ну подбирают там номера есть даже внутри выносить посмотреть показать то я понял примерно как у нормальных людей на шайбах рим номера ну размеры а тут стаканов прикинь то быстро это снять получается котлеты волы снять поставить перемерить провернуть нужно собрать померять опять опять разобрать если не угадал токаря торцуют все это фигню делают поняли не шлифуют клапана делу три угла седла клапан садится наверх поднимается наверх зажимая волы они просто под каждый стакан нам торцуют клапан клапана и это очень удобно и очень по деньгам не дай бог купить такую машину слышишь прикинь люди ну люди же не в курсе подумают ну 2 и 4 наверное расход нормальный машина хорошая едет вроде да где на 5 на 3 17 а на 15 или 17 какая этот конкретно не ну короче 160 тысяч какая разница кто-то может за два года наездить 160 тысяч кто много ездит правильно может и быстрей да я понимаю все прикольно да то и особенно когда на подъемнике висит ну вот этот человек давай короче я уже понял ладно будем надеяться что у всех все будет работать берегите машины меняйте вовремя масло заливайте правильно может неправильное масло то есть надо 5 в 50 лет я понял ну это надо изучать вопрос а типа не не хватило масло но 535 30 новое все хендай все куда это и так жидкая куда вообще это жесть вообще ладно общем всем не ломаться до встречи пока так еще не все друзья на хендай все оригинал колечки коленвал а там открыто коленвал 21000 гривен давай переведем 800 долларов ну 750 ладно я думаю в принципе родной да хендай все да ну как для коленвала для свежей машины то еще цена доступна относительно не ну же есть вообще жесть просто что она легла на 160 человек написал там комментах понял официалов работой говорит действительно проблема проблема есть такая комплект насоса переделка понял там балансирует а уже переделка переделываем короче же такого ставится место балансира вот такой насос это с кд мотора понял и все да не все там вот это шестерня токаря завтра повезем на рюсово полома токаря надевается на коленвал и одевается родная которая идет наверх на и короче кд мотор я понял и проблема это исчезает новинка балансирует ставится комплекте то есть там чуть-чуть только резануть да и просто нибудь был тут нормально так и подали шестерон кого вот это она а на передней пошло это что вот это а все понял а тут не на маховике а тут так как москвичи я понял понял и нет бешпоночный а как она просто зажимает насос на бесконечно ну там если прокрутиться то не страшно на насосе ну пока все